Здравствуйте, друзья! Вы на канале Вера на Маркет. И сегодня мы вам хотим показать, как габрополоть гипсовое изделие, покрыть его гидрофобизатором, лаком и не только. Поехали! Перед тем, как нам приступать к обработке гипсовых изделий, необходимо их полностью просушить. На это у нас уходит время в пределах от 5 до 7 дней, в зависимости от того, тепло у вас дома или в мастерской, или наоборот холодно, проветривается помещение, как интенсивно и так далее. От этого будет зависеть время просыхания изделий. Далее, когда наше изделие полностью готово к обработке, мы приступаем к наждачной бумаге, к шкурке, для того, чтобы убрать все излишки неровности поверхности, особенно это касается дна, получается, изделий. Также есть такая возможность, если мы говорим о цветных изделиях, о мраморной технике, можно изделие промывать, для того, чтобы пигмент проявлялся и становился более ярким. Но в данном случае мы будем говорить на примере простых белых изделий. И у нас они уже просохли, прошло 7 дней, и мы приступаем к шлифованию изделий. В первую очередь нам понадобится грубая наждачная бумага. Берем свое гипсовое изделие, которое уже полностью высохло, и начинаем аккуратненько, круговыми движениями. Мне это, по крайней мере, больше нравится. Так оно, по крайней мере, равномерно снимается неровный слой и приобретает более ровную поверхность. Еще чуть-чуть. И все. Можно на этом остановиться. Далее у нас имеются две наждачные губки. Зерницы 180 и 320. Мы сначала используем более грубоватую. Это у нас 180. Аккуратненько зачищаем дно. Она очень хорошо снимает. Можно потихоньку прокручивать, чтобы у вас не было завала на одну сторону. И после чего можно использовать уже мелкую зернистость. она даст гладкость изделию и финишность. И после того, как мы наше гипсовое изделие полностью обработали, убираем это все в сторону, убираем наше рабочее место, чтобы нам ничего уже больше не мешалось, и приступаем к обработке гидрофобизатором. Прежде чем начать обрабатывать гидрофобизатором, хочу вам показать наглядно, чем отличаются, собственно, стакан с гидрофобизатором и стакан без. Мы изначально покрыли один стакан, второй у нас ничем не покрыт. Здесь у нас стакан залит гидрофобизатором полностью. Мы сейчас их оставим для того, чтобы вы наглядно увидели, через какое время обычный стакан начнет пропускать воду. Структура гипса очень пористая, и когда вы заливаете в него жидкий возд для изготовления свечи и используя ее как подсвечник, то жидкий возд проникает через поры и проявляются жирные пятна на лицевой стороне поверхности гипсового изделия. Это не очень красиво, и поэтому мы рекомендуем, конечно, перед тем, как обработать лаком, все же использовать гидрофобизатором. Да, конечно, чуть небольшое удорожание продукции, но вы зато будете уверены на 100%, что ваше изделие в эксплуатации покупателя будет идеально красиво смотреться. Даже несмотря, если он даже свечу зажгет до самого конца, свеча будет сухая с наружной стороны, и вы зарекомендуете себя как хороший специалист и мастер своего дела. Основное свойство гидрофобизатора это закрытие вот этих воздушных пор, которые имеются в самом гипсе. Мы используем самый простой гидрофобизатор данной продукции. Мы, конечно, это никакая не реклама, но все-таки нам данный продукт понравился как по цене, так и по качеству. Когда объемы очень большие, мы используем простое ведро, которое мы выливаем и просто макая гипсовое изделие, мы тоже просто ставим его на стол. Если у вас индивидуальная работа 2-3 стаканчика, вы можете налить спокойненько его пластиковый стакан. Используем кисточку и аккуратненькими движениями пропитываем изделие со всех сторон, как внутри, так и снаружи. Гидрофобизатор очень хорошо и быстро впитывается, проникает очень легко и на глазах тут же уже уходит вовнутрь изделие. После того, как вы пропозрите гипсовое изделие гидрофобизатора, мы рекомендуем 2-3 дня дать ему еще простокнуть и после чего можно будет пропозрить лаком. Гидрофобизатор впитывается на глазах, плюс еще какое-то свойство гидрофобизатора. Та пыль, которая остается после шлифовки на изделие, она смывается им, тем самым, когда вы обрабатывать уже будете лаком, никакая песчинка гипса не будет оставляться на лицевой стороне, изделие будет гладким и ровным. После обработки нашего гипсового изделия гидрофобизатором вы можете уже наглядно увидеть, как изделие с обработанным гидрофобизатором и без обработки гидрофобизатора видно, как вода прошла через стенку и образуется мокрое пятно, а обработка с гидрофобизатором полностью совершенно сухая. Хочется отметить, что этот способ, если вы будете изготавливать, допустим, изделия по типу вазы, все равно не использовать в качестве долгосрочной вазы, в которую будет наливаться вода, допустим, потом будут ставиться цветы, потому что все равно спустя какое-то время, если вода будет долго-долго стоять, несколько суток, неделю, то в любом случае гипс постепенно начнет ее впитывать. Небольшое количество, но все-таки воды будет впитываться в гипс, так как он в любом случае пористый и пленка в какой-то момент может, ну так скажем, не выдержать. Поэтому мы рекомендуем эту функцию, так скажем, включать в качестве дополнительной защиты, но это не говорит о том, что это стопроцентно убережет ваше изделие от проникновения воды, воска и так далее. Ну вот видно уже как за 15 минут, где-то миллиметров 7-8 воды уровня уже ушло просто, а здесь он все стоит, все ровненько. Так, ну все, отставляем это в сторону и приступаем к новому этапу, это обработка лаком. Какой же лак мы используем? Мы используем обычный акриловый лак по камню и декору, он очень себя хорошо зарекомендовал. Мы уже налили его в стаканчик, мы покупаем самый прозрачный бесцветный лак, также у него в продаже имеется и разная другая палитра, которая вам понадобится, но мы используем простой прозрачный. Лак очень хорошо впитывается даже после гидрофобизатора, он проникает все равно чуть-чуть в толщину гипса, очень быстро впитывается. Самое главное, необходимо лак наносить одинаковыми ровными линиями, тем самым, чтобы когда на солнышке или на свету ваше изделие переливалось, были одни единичные полосы. И также важно, если мы говорим про обработку, то внешней обработке лака достаточно один-два тонких слоя, так как мы снаружи защищаем только лишь от пыли, и там, допустим, грязи, для того, чтобы мы могли, допустим, стакан спокойненько протереть, и на нем не скапливалась никакая пыль и так далее. Что касается внутренней стороны, мы обязательно покрываем наше изделие на три жирных толстеньких слоя. Здесь вы видите, что я практически не набираю лак и делаю совершенно такие легкие-легкие мазки. Сейчас немного лак у нас подсохнет, буквально 20 минуточек, и мы покроем внутреннюю часть. И вот уже видно, как лак уже полностью впитался, и уже никакие прилипания пальцев нету. Мы можем спокойненько сейчас взять его за низ и начать уже обрабатывать внутреннюю сторону нашего изделия. Очень жирными, там, такими толстыми слоями. Внутри также он очень быстро впитывается, и вот я уже набираю прям много. Если это будет видно сейчас. Можете не переживать, гипс все равно впитает в себя. Первый слой, да, он самый такой, получается, сильно впитываемый. Все последующие вы уже увидите, что лак будет оставаться жирным слоем на предыдущем слое лака. Обязательно, если у вас внутри образовались пузырьки, прям тщательно-тщательно их пропитываем лаком, то есть наполняем наше углубление прям, ну так скажем, сильно. Когда наши изделия полностью готовы, покрыты лаком, покрыты гидрофобизатором, нам все равно необходима еще одна манипуляция. Что же это за манипуляция, спросите вы? Это дополнительная защита наших гипсовых изделий пробкой, либо силиконовыми ножками, для того, чтобы гипс не оставлял никаких следов на мебели, не царапал ее, не оставлял белых следов. Мы будем приклеивать на наш поднос пробку овальную. Также, кроме овальной пробки, у нас имеются два вида кружочков. Это пробковые подложки, которые мы изготавливаем самостоятельно, вырубаем их. Все очень просто. Пробка приклеивается на клей ПВА, строительный, усиленный, держится намертво, никаких проблем с ее установкой у нас не будет. И сейчас мы вам это покажем. Как это все делается? Наше уже подготовленное зачищенное основание подноса. Мы аккуратненько сейчас наносим наш клей. Клей можно наносить на гипс, клей можно наносить на подложку, кому как удобнее. Клея можно не жалеть, но учитывайте, что пробка все равно может пропускать клей. И если вы слишком много клея нанесете, то он проступит немного на поверхность. Это не страшно, не критично. Он очень быстро впитывается, быстро высыхает. И когда пробка пропитывается клеем, она становится очень плотной, грубо говоря, практически каменной. И намертво приклеивается к нашему подносику, к нашему изделию. Почему мы решили сами изготавливать данные подложки? Потому что мы не могли их найти. Мы очень обыскали маркетплейсы, алиэкспресс и многие другие торговые площадки. Мы не могли найти данную подложку, поэтому мы сами уже рассчитали ее размер. Сделали чертеж, сделали форму и, собственно, вырубаем. И вот такая вот получается у нас красивая подложечка. Также пробка у вас может быть полностью в края, как, допустим, на данном подсвечнике. Также пробка у вас может не до краев, а быть, допустим, только в центре, как небольшой, так скажем, акцент. Но здесь с этой конкретной формой не получилось бы делать в края, так как они у нее покатые. Поэтому размеры универсальные, стандартные. Можете измерить свои формы, сравнить с нашими заготовками и, собственно, подобрать под любое ваше изделие. Все три вида данной подложки у нас уже выставлены на сайте. Вы можете ознакомиться со всеми данными и подобрать под свое гипсовое изделие. Подсвечник у нас стандартный и 100% уверены, что это к вам и подойдет. Кругляшки, это уже надо смотреть под ваше изделие. Так что смотрите. Ссылка будет в описании. Надеюсь, это видео вам было полезно, интересно. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. С радостью все прочтем и ответим. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!